Что важно знать о коррупции и мафии в Кыргызстане? Это свои люди на местах. Они закрывают глаза на преступления и активно сами участвуют в них. Депутаты и чиновники – незаменимые лица в течение 30 лет, обогатившиеся на наших деньгах. Но старые времена проходят, и всему есть конец. Молодые лидеры выросли и решили бороться против коррупции, сделав всех чиновников подвластными народу. Лучший руководитель оказался никто иной, как родной племянник Камчебека Ташиева, главы ГКМБ и лучшего друга президента после революции. Как в свои 31 год возглавит один из крупных нефтеперерабатывающих заводов Кыргызстана? Заранее скажу – это родственник Камчебека Ташиева. В этом выпуске мы озвучим имена земляков и родственников Садыра Джапарова, назначенных на новые должности после того, как он стал президентом. И что же получается? Компания дочери Тюменбаева выигрывает тендеры у фирмы Госзнак, а уже эта компания выигрывает тендер на полмиллиарда у госучреждения УНА. А Турузбек Тюменбаев там директор. Естественно, эта инициатива не понравилась чиновникам и политикам. Сначала пытались дискредитировать, устраивать гонения, шантажировать и преследовать их. Но несмотря на все это, молодые лидеры продолжают работать и показывать истинные лица чиновников-коррупционеров, которые живут за счет народа. Хабибулла Абдухадыр объявлен Садыром Джапаровым, крупным инвестором строительства Бишкек-Сити и ряда других объектов. Строит Бишкек-Сити компания Бишкек Констракшн Девелопмент. В учредителях компания Хабибуллы Абдухадыра Хайпер Партнерс. В совладельствах также компания друга сына президента Аргена Кадырбекова Мега Констракт. Помимо этого, еще один друг Руста Маджапарова достанер Мегпаев Улу в учредителях компании Инвесттрейд. Там же в учредителях тоже компания Хабибуллы Абдухадыра, но только Ташкент Трейд Центр. Инвесттрейд получил в аренду землю у погранпункта Иркиштам. Неужели чиновники сейчас решили избавиться от лидеров, чтобы они им не мешали жить на широкую ногу? 25 октября Джорг Кюеш в первом чтении принимает законопроект об иностранных представителях. Как утверждает Нурланбек Шакеев, законопроект не принесет угрозы некоммерческим организациям, что требования закона касаются лишь отчетности и никаких запретов или давления не предусмотрено. Но действительно ли закон будет работать так, как заявляется? Или все-таки наши чиновники хотят скрыть от народа свои коррупционные схемы? На сегодняшний день так называемый НКО играет ключевую роль в общественном контроле за властью. Благодаря этому контролю были выявлены случаи произвола, коррупции и хищений бюджетных средств, включая расследования, подобные делу Раимбека Матраимова. Вопрос остается открытым и нам предстоит увидеть, какие последствия принесет возможное принятие этого закона. Однако возникает вопрос, если за убийство предусмотрено 8 лет лишения свободы, а журналистов, являющихся голосом народа, грозит до 10 лет, не угрожает ли это свободе слова? В таком случае кажется, что битва между народами и коррупционерами народ оказывается проигравшей стороной. С вами была команда Тимиров Лайф и Айтай Тесе. Будьте с нами!